Всем привет, я зовут Соня и давайте же начнем. Заранее простите, если со светом будет происходить какие-то в их канале, но я бессильна. Примерно там месяц назад я ездила в Африку с моим братом и от Сон. И так как я вообще не представляла, что буду снимать, захочу снимать, вообще мне там даже в голову не приходило, то, что Соня взяла, что Соня взяла, айпод и камеру. Моя общая поездка в Африку длилась почти месяц. Первую неделю мы просто типа осваивали климат, просто вот все, привыкали ко всему этому. Вторую неделю мы забирались на акуру, у нас был поход такой кемпинг, реальный кемпинг, не то, что вот это вот все, вот эти вот школьные пикнички там на день, нет. Реальный жесткий поход. И третья неделя у нас было что-то наподобие, даже не что-то наподобие выше, у нас было сафари. Ну что я могу сказать об Африке? Во-первых, мы ездили в Уганду, это на экваторе, и никаких там, никаких курортов, ничего этого. Это был чистый, тяжелый, трудный поход. Реальный поход с языками, с палатками. И познакомьтесь, это мой браслет, вы его, думаю, много раз будете слушать за это видео. И это просто вообще, это ты пыхтишь, поднимаешься в гору, пять минут отдыхаешь, потом еще поднимаешься, и так, пока не найдешь туда специально нужное место. Ну так, начнем сначала. Первое, это то, что мы в сумме, всего в сумме, мы сколько там, 14 часов летели на самолете. Когда мы прилетели, как вы думаете, что мы сделали первое? Нет, не поехали ни в гостиницу, ни в какую-нибудь там поспать, перекусить, нет. Мы сели в автобус и попались на наш пункт назначения. Целую ночь в автобусе, без еды, без воды, как в тюрьме. Вот ты просто едешь, да, вот ты просто едешь, 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 конечно, красиво, там тепло, все такое, машинки, красота, но жарко. Потом, ранним утром, первое, что мы видели, это зебра. Мы едем таким, спокойненько, вдруг наш автобус редко останавливается, мы такие смотрим, и там прямо около дороги реально гуляет зебра. Я в шоке была, честно, я впервые видела так близко зебру, не за оградой в зоопарке, ни где-нибудь на картинках, ни в фильме, а реально там почти перед лицом я гуляла зебра, морда зебры. После этого мы приехали в небольшую гостиницу, вот такая вот у нас была гостиница. И там первое, что мы сделали, это все легли спать, поголовно все легли спать. Проснулись примерно через часа четыре. И что сделали? Нет, мы пошли купаться в озере. Мы, в общем, наша гостиница стояла на горе, вот на горе, а озеро, точнее пол озера, пол река, оно было далеко-далеко внизу, и надо было спуститься вниз и потом уже покупаться. И мы там были в небольшом, там было небольшое сирене. И пока мы через него прошли, на нас все смотрели, все. Вот, это один, это первый факт, который я хочу выделить. Там просто в шоке, когда встречают белых. На нас все смотрели, там нас хотели потрогать. Мы были как экспонат в музее. Мы прошли, покупались, и дальше мы возвращались обратно. Если спускались мы час, то возвращались мы два с половиной. Это было не то, что сложно. Мы под конец уже так устали, что мы просто за камнем так хватались, типа, все, все, хочу домой. Мы вернулись и все легли спать. Проснулись мы, пошли есть. Пошли есть, да. Потом и так мы переезжали с места на место. Просто после недели поездок в автобусе с бутылочкой воды и маленьким кусочком хлебушка, как в тюрьме, честное слово, мы приехали на специальное местное назначение, где на следующий день мы должны были подняться на город. И еще, если вы когда-нибудь поедете в Африку, имейте в виду, они все жутко любят кому. Реально. В Африке просто вот, если кто-то любит Липтон там вместе, вы этого просто не найдете. И еще все африканцы, если на улице 20 градусов, все, пуховик. Они все ходят в пуховиках, кто может в шапках, кто даже, кто может в обуви. А я говорю, кто может, потому что у них там очень бедное население. Дети ходят босиком по асфальту. И только в определенных, типа, таких курортных местах, только там вот уже население более-менее такое одетое, скажем так. А в отдаленных районах, там вообще, там люди в определенный час собираются около маленького граника и большие желтые баки, желтые баки от бензина наливают себе воду. И спят они на специальных либо сделанных кольках, либо прямо на земле. Не то, что в Москве, там на каких-нибудь перинах, или вообще, вот просто в любом городе России. Вторая неделя была самой сложной и самой выматывающей. Во-первых, после недели разъезжания по автобусе нам предстояло подняться на голову. Самую высокую, почти самую высокую точку там. И высота ее была 4,100. Это когда мне так кажется, что, а, чудо, высота! Нифига! Это реально очень тяжело, особенно для недостаточно приготовленного человека. Итак, наше первое путешествие, точнее, наша первая гора называлась гора Стэнли. Мы как бы собрались, так, основательно подготовились. Сначала у нас был путь через небольшую деревеньку, где у нас встретили наши носильщики. Это специальные люди, которые даются тебе от, то есть, скажем так, небольшой программы, ну, не знаю, в общем, от вот этого вот главного человека, который сидит в этой будочке и все решает. Там ты к нему подходишь, говоришь, я там хочу забраться на полу. У нас столько-то человек, дайте нам, как бы, носильщиков. Они дают вам определенное количество человек, которые несут ваши вещи, и вы идете наверх. А у нас был план таков. Мы находим специальное место, где небольшая такая платформа, на которую можно поставить палатки. А утром, там, до рассвета, мы идем на самый верх, и встречаем, как бы, там рассвет, спускаемся вниз, едем в гостиницу, там собираться, едем, и едем уже в другую гостиницу, уже более нормальную, потому что в Африке гостиниц нормальных вы просто не найдете. Мы собирались, как бы, дошли до определенной высоты, там пообедали, и, ну, знаете, самое прикольное, когда вы ходите по Африке, это то, что у вас есть возможность посмотреть животных в реальности. Вот, не там, там, какого-нибудь через ограду, в зоопарке, или что-то типа такого. Нет, прям перед вами ходят спокойненько, никого не трогают. Но, кстати, у меня был такой момент, когда я реально думала, что все, мне капец. Я шла по такой тропинке, вытопленной уже там, миллионами людьми на нас, и, как бы, впереди, там, метров через двадцать у меня, и метров через двадцать сзади у меня шли, как бы, люди с пулеметами, да, специальные, чтобы никаких, если там встретятся какие-нибудь, мародеры, это те, кто убивает животных, и просто, чтобы животные нас не трогали. Сбоку от меня, сбоку вот, я иду, у меня сбоку вот от меня стадо буйволов, и когда их, вроде бы, вожак, потому что он был самый огромный, с самыми большими рогами, с самыми страшными копытами, ну, в общем, реально страшный, на меня посмотрел, я думала, я сейчас просто сдохну на месте, потому что это было так страшно, а он еще, как-то, затоптался, потом, начал как-то голову опускать, и он на меня смотрел, и я думала, он уже, как бык, начнет, так, копытом, чтобы, типа, сейчас побежит, как там один из этих, наших стражников, скажем так, стринул в воздух, чтобы подпугнуть животное, и они все разбежались, вот, и после этого мы уже поехали в нормальную гостиницу с бассейном, даже со шведским столом, и, в общем, по тем меркам, по африканским меркам, это гостиница 4 звезды, я была ошибка, когда увидела постриженные газоны, цвести розы, цветут все так красиво, номера убраны, все пахнет свежестью, бассейн, огромное дерево, финиковое, много ли, что финиковое, ну, блин, реально, там будто гориллы живут, я впервые за последние, как бы, две недели нормально выспалась, был один день, который мы провели в этой гостинице, мы с друзьями, там, с пацанами, с девчонками, купались, развлекались, в общем, делали все, что хотели, так как мы испытали, там, небольшой стресс после этой горы, но вышли еще все, что мы хотим в любое время, и вы представляете, как детям, которые даже нормальные шоколадки, даже нормального хлебушка не давали последние полторы недели, вдруг дали свободу к шведскому столу, это просто бомба, это все, это фейерверки, это радости, это просто, это жигу-трыгу, мы танцевали от радости, это, это рай был, честное слово, а когда мы в бассейн еще просто прыгнули, после всего этого, это все, мы не вылезали, а вот тут три часа, вот реально, вот мы просто плавали, и пофиг нам было, что в бассейн там 10, 10 градусов, пофиг, все, отстаньте, у нас рай, и наша халява продолжалась целый день, отлично, все хорошее заканчивается, и так закончилось, и наше халявное проживание на этой, скажем, территории райской, и буквально через день мы поехали на Ровензори, Ровензори, это, это просто вот кучу-кучу-кучу гор, и мы по ним ходили, по специальной тропе, это вообще было просто, о, все, тяжело, круто, охрененно, убийственно, по-взрослому, и просто вот реально, я в шоке была, там такие красоты, там все вот, я фоткала просто вот так вот, как, 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 как нерамальные японцы на экскурсии, ааа, как круто, круто, еще, ва, вот это дерево, лайн, смотрите, лайн бежит, там же, там же, пищечка поедет, и так все, я просто все в бой фоткала, но тут, на четвертый день, а мы там были ровно шесть дней, произошло ужасно, у меня в прямом смысле этого слова, сдохла камера, а почему она сдохла, потому что один дебил под названием, мой брат, кинул ее в воду, да, и она перестала нормально снимать, вот почему ты, миленькая, перестала нормально снимать, я же тебя так любила, мы же жили душа в душу, а потом, когда она еще упала на камень, все, у меня чуть сердце не становилось, я думала, все, капец, но мне папа одолжил свою камеру, и я кое-как дожила до последнего дня нашего путешествия, так как камера у меня была не очень, это не означает, что я перестала фотографировать и снимать, самое прикольное, что нам устроили взрослые, когда мы были в третьем дне пути, так как это был самый сложный день, и мы пришли как бы, ну взрослые там были в конце, а мы с нашими зречками и гидами пришли вперед, и вы не представляете, когда мы 4 часа беспрерывно шли, реально беспрерывно, и потом развалились на травке, а когда моя подруга еще такая, смотрите там речка, все, нас нет, мы в этой речке что-то только не делали, купались, брызгались, падали в нее, но, и даже было пофиг, что потом, когда пришли взрослые, нам был настоящий разнос, и нас посадили даже на домашний арест, а куда нас посадили на домашний арест? Специальные такие домики, на каждой нашей стоянке были специальные домики, и там и стенки были такие, как в пласткартном вагоне, такие полочки, на которые клались матрасы, ты заворачивался в спальник, и спал спокойно, и так мы жили, и когда мы там уже в этих домиках посидели, извинились, поужинали, нас звонит мой папа, говорит, смотрите, 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 кого я нашел, там Йети, 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 в Африке, в каком-то там, не помню году, был замечен Йети, Йети это человек полностью, в шерсти, и мы жутко хотели увидеть Йети, потому что мы такие, я ночью слышу Йети, я точно ночью слышу Йети, потому что все, в общем, прикалываются, друг на другом, и папа такой, мой кричит, Йети, там Йети, мы такие, Йети, Йети, все быстро туда побежали, и там слышится, рев, ааа, из деревьев, такой, ааа, мой друг взял палку, такой, Йети, там Йети, там Йети, выходит такой, реально, похоже на Йети, такой, ааа, мой друг, за матушку, за мою матушку, и бежит за ним, с этой палкой, потом бежит моя подруга, уже с камнем, потом просто все мы, все наши вот ребята, пять человек, блин, не исключаю меня, туда побежали, и вдруг, есть человеческим голосом, ты че, меня палкой бьешь, мы такие, так, стоп, что, и Йети вдруг встает, сдергивает с себя голову, и там оказывается, голова одного из наших пап, и он такой, вы че, с ума сошли, я понимаю, все ногами, ну нахрен палками меня было бить, о боже мой, такой смех был, оказывается, нас еще, все это на видео снимали, я просто упала в траву, и долго смеялась, ну реально долго, меня потом водой даже облили, чтобы я успокоилась, но это было весело, реально весело, а когда я такая сижу, думаю, блин, они же еще тащили этот костюм, охренело, но я поняла, как нас любят наши родители, потому что, такой подарок, как бы, не каждый сделает, когда ты устал, все, и тут тебе такой вот, небольшой представленец, еще Африка полна разных мостиков, и считается, что тот, перед которым мы ходили, там должны быть, точнее, были всегда, очень сильные дожди, и всегда, вот, даже если ты ходил, вот, в сапогах, либо, по колено, то все равно, у тебя прям по пояс могло, в грязь, ты мог попасть, как считай, как в тину, как в тягучие пески, и там даже, пару раз были смерти, как бы, нам повезло, у нас не было такой грязи, мы были почти чистые, и, но мы все равно ходили по таким прикольным мостикам, да, и всегда в Африке мы ходили с палками, потому что за камни цепляться руками, это очень больно, тем более, там, куча разных насекомых, змей, микробов, и так далее, и это реально по шатам здоровья, но, как бы, поэтому у всех, даже у наших носильщиков были палки, на пятом дне, мы пришли к специальному домику, и после которого взрослые ушли на гору снежную, называется Маргарита, она еще выше, чем ходили мы, там, под 6, что ли, километров, и на нее может только взрослых, а дети остались нашим гидом, он нам рассказывал разные истории, прикольные штучки, показывал, мы с ними играли в карты, и даже готовили сами макароны, на специальной маленькой электронной плите, которая заряжается от солнца, вот, и там через день вернулись взрослые, и еще, был один прикольный момент, когда мы шли с моим другом, ну, мы почти, выросли уже, уже ушли наверх, мы почти с другом подошли к нашему домику, я буду назвать этот домик, и хотя этот домик ему очень трудно назвать, и он английского там, только хай знает, хотя старшин у них просто, как бы, всю жизнь в школе был немецкий, тут только, там, последние полгода английский начался, а перед нами идет один из наших гидов, и носильщик одновременно, и он такой, типа, спроси, в этом озере купаться можно, и он такой, can we swim in this lake, и он такой, no, it's very cold, и меня друг такой спрашивает, ну, что, можно, можно купаться, что, можно, и я такая, ну, можно купаться, можно купаться, и он такой, ну, хорошо, и когда мы пришли, он такой разделся, ну, сейчас искупаемся, и он со всего размаху нырнул в это озеро, вы не представляете, ультразвук просто отдыхает, такой виск поднялся, потому что это озеро реально тоже, это, оно было холоднее снега, жутко было холодно, неприятно, и у меня даже все руки потрескались, когда я там, как бы, руки мыла, лицо, лицо у меня просто, у меня зубы стучали, а руки все потрескались от холода, и даже пофиг, что было тепло, как бы воздух был теплый, все равно, вот, холодно было, и с таким виском он оттуда вылетел, что я просто, у меня уши заложило, даже, я даже, я, секунд десять не могла слышать ничего, и вот, он зажил субпозицию, и потом у меня очень долго дулся, ну, ничего больше учат английский, и после этого замечательного похода, длившись целую неделю, ну, если суммарно так, то неделю, мы вернулись, и поехали в ту же самую райскую гостиницу, в которой мы провели еще полдня, отдохнули, поели, выспались, половили журавлей, реально там, журавли ходят просто спокойно по газону, и на все, пофиг, такие мы крутые, и поехали на сафари, у нас было два сафари, одно водное, а другое обычное на джипе, вот это водное, было кучей пикемотов, крокодилов, и других разных животных, которых я видела только на картинках, или в фильмах, ой, они такие меленькие, но при этом жутко страшные, потому что, если ты проплываешь на лодке, и вдруг он разенит пасть, это просто невозможно, это жутко страшно, и хочется спрятаться, лично мне было страшно, поверьте, а вот эти птицы, они устроили настоящее шоу, они собирались вот так вот в стае, очень долго собирались, а потом резко взлетали, и это было просто волшебно, и красиво, и завораживающе, и вот, вот так вот они взлетали, и вот такие там у нас были крокодилы, а один чуть не напал на нашу лодку, точнее мы к нему подплыли, и он резко прыгнул, блин, такой виск поднялся на корабле, а это уже наше сафари было на джипе, точнее небольшая экскурсия по заповеднику, там мы видели львов, гиен, жирафов, и леопарды даже, и исчезла, а вон он, я вижу, вижу, и дальше мы поехали на остров обезьян, именно так он у них называется в Африке, там собраны все различные виды обезьян, которые записаны в Красную книгу, но больше всего там было шимпанзе, и у каждой шимпанзе было свое имя, вот такие там были шимпанзе, гориллы различные, их там было очень много, но нас посмотреть, пришли только несколько из этих представителей животного мира, а вот до чего додумалась одна из шимпанзе, ну согласитесь, умные же животные, на этом острове мы провели примерно часа 3-4, а потом сели на лодку, говнулись обратно, и на этом закончилось наше великое путешествие в Африке, и в целом говорить, то мне очень понравилось, если первые два дня я просто ревела, просилась к маме, хочу домой, то в конце, когда мы уже сидели в автобусе по пути в аэропорт, я понимала, что, блин, вот сейчас я вернусь, я опять пойду в школу, опять все вот это, вся эта тюрьма, экзамены, все такое, а в Африке так хорошо, так просто вот кайфово, ревела, когда мы садились уже в Москве, когда вот ты испытываешь все вот эти вот эмоции положительные, когда тебе все нравится, и вдруг все это прекращается, но как известно, все хорошее когда-нибудь кончается, спасибо, Уганда, надеюсь, я еще вернусь, и если говорить о покупках, которые мы купили в Африке, то, во-первых, мы купили вот таких вот миленьких носорогов, ой-ой-ой, пикемотиков, вот таких вот, и второй наш герой, этот подарок, мы решили купить моей маме, папа его увидел на рынке, она такой, ой, Соня, давай маму купим, я такая, ну, давай, думаю, маме мне понравится, и назвали мы его Кинги, вот, наш любимый малыш Кинги, это еще не малыш, это мамочка, вот тут у нее еще детки, вот такая вот наша принцесса, почему вот, всегда вот, аэропортный магазин притягивает меня больше, чем магазин у нас, просто вот там, на улице, всякие супермаркеты, по торговой центре, ну, еще одну мы купили, конечно, я даже сейчас покажу, какую, да, мы ее еще не успели съесть, с братом, сейчас я вам покажу, этот вкусный ужас, это все, вот это вот все, это вот вся умелесть, только нам, ну, ну, еще считать, и мою сестру, и брата, и еще одного брата, в общем, нашей семьи, хватит, о боже, это слабость, просто ни в какие рамки, не есть, какие я ее обожаю, э, ну, темс, желтый, вот именно желтый, это моя любовь, все, это на всю жизнь, я просто уговорила папу, купить, и не то, что купить, а две пачки купить, дядя Фри, что ты со мной делаешь, о боже, все, я в раю, все, я выхожу в рамки, жену дарусь, радуйтесь жизни, веселитесь на полную катушку, дарите счастье близким, ловите шанс за хвост, потому что другого момента, может не представиться, что любите себя, любите всех, и помните, что я вам очень наружу, спасибо всем, кто посмотрел это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и будьте счастливы, пока! Кто угадает? Скажите мне!